МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это ОКНОВКИНО, ваш проводник в мир хорошего кино. Большим финальным аккордом летнего киносезона в Петербурге стал ежегодный и девятый по счету фестиваль короткометражных фильмов Кинолес, который прошел на берегу Финского залива в прошлые выходные и собрал более полутысячи человек. Гости фестиваля под открытым небом посмотрели 10 лучших короткометражек от российских режиссеров, а заодно послушали концерты и посетили уникальные мастер-классы, в том числе по использованию искусственного интеллекта в кинопроизводстве. На пляж «Морские дубки» в поселке Лисий Нос наведался и наш корреспондент Дмитрий Аксенчик. В этом году вниманию жюри и зрителей представили 10 работ. Существует много короткометражей, которые по качеству, выраженному в зрительском отклике, могут быть сопоставимы с прокатным полнометражным кино. И, соответственно, наша задача эти короткометражки подсветить, донести до зрителя, показать, что короткий метр тоже может быть интересен. Для показа отобрали как дебютные студенческие картины, так и фестивальные хиты последних лет. Например, «Дом, в котором мы жили» режиссера Андрея Кречетова. Лента уже обладатель «Золотого кубка» Шанхайского кинофестиваля. Теперь к наградам добавился специальный приз жюри «Кинолеса». Фильм повествует о моральном выборе подростка, который поступает в ВУЗ в Москве. Но уехать из родной глубинки значит оставить дедушку на произвол судьбы. Может, давай закроем эту квартиру и вместе в Москву поедем? Вы же один. Я не поеду. Роман Клименко фильмом «Склероз» заостряет внимание участников опен-эйра на актуальных проблемах современного общества. Его история о чудаковатой пенсионерке, которая вступает в разговор с телефонными мошенниками, завоевала второе место в зрительском голосовании. Вас беспокоит из банка отдел финансового мониторинга. Диплома жюри за визуальное решение удостоилась картина «Сеанс». Режиссеры Арсений Милицын и Анна Попова интересным киноязыком рассказали о молодой паре, мечтающей завести ребенка. И мы решили попробовать. Прямо здесь? Мы можем до дома потерпеть. А вот короткометражка «Жук» повествует о бывшем школьном учителе – знатоке насекомых, в чьей квартире отключают свет, прямо накануне важных съемок для телевидения. Попытка решить проблему превращается в хождение по бюрократическому кругу. Это, по сути, интерпретация гогольской шинели в условиях цифровой реальности. Ну, как вы понимаете из названия, с легким привкусом кавки. По словам режиссера, идею ее фильма буквально кристаллизует, подчеркивает песня Высоцкого «Гербарий». Горячусь я на гвоздики, но не меняю позы. Кругом шути на гвоздики и мелкие стрекозы. По детству мне знакомые, ловил я их, копал, давил. Но в насекомые я сам теперь попал. Однако скромный бюджет не позволял купить авторские права на использование композиции. Мы нашли телефон Никиты Владимировича Высоцкого, и я ему написала слезное послание. Стою на кухне, режу лук. И в это время раздается звонок телефона. Я беру трубку, а голос Никиты потрясающе похож на голос его отца Владимира Семеновича, по крайней мере, в телефоне. И я так, боже мой. И я сказала только одно, что ну почитайте хотя бы сценарий, а вдруг он вас заинтересует. И через два дня он перезвонил и сказал сценарий. Хороший, музыку мы вам дарим, песню исполняйте и удачи вам. Пожелание удачи сработало. Жук привлек внимание зрителей и жюри в густом кинолесу и завоевал главный приз фестиваля независимого короткометражного кино. Меня, скорее всего, директор пригласит вернуться. Я сразу соглашаться не стану. Но потом вернусь. Кинокомиссия Северной столицы совместно с Порталом культуры Петербурга запустили новый информационный проект – Кинокарта. Его цель – оперативно оповещать петербургцев и гостей города на каких улицах, в каких дворах и парках, в какое время проходят съемки. А еще какие ограничения для транспорта и пешеходов могут возникнуть. Кроме того, кинокарта подскажет, какие ленты со знакомыми видами ожидать в широком прокате. Ведь за последние десятилетия Петербург стал героем и местом действия более тысячи картин, в том числе и благодаря тому, что город предоставляет субсидии российским кинокомпаниям на производство фильмов с использованием местных локаций, символик, природных, туристических и архитектурных объектов. Среди них и уникальная киносудья в самом сердце северной столицы – Ленфильм, который в этом году отмечает сразу три исторических юбилея. 110-летие со дня своего основания, 90-летие присвоения имени и столетие переезда на Каменноостровский проспект, дом 10. К этим празднованиям приурочили и премьеру свежей работы Ленфильма – драмы «Последняя цена». В центре сюжета русская семья, которая много лет живет одна в разрушающемся многоквартирном доме в абхазском поселении. Вся их жизнь настроится вокруг выращивания, сбора, обработки и продажи фундука. Однажды подворачивается возможность разбогатеть благодаря резкому спросу на орехи и взлету цен. Следовательно, исполнить мечту и изменить что-то в ежедневной рутине. Съемки ленты проходили на натуре в Абхазии на настоящих локациях. На главной роли Наур Гармели пригласил петербургских актеров – Василия Шипицына, Алексея Белогорцева, Екатерину Демидову, Юлию Шубареву. Также в фильме задействованы абхазские артисты. Сценарий режиссер написал еще 7 лет назад. Он соткан из историй реальных людей. В основном, конечно, это рассказы родителей, соседей. То есть все, что окружало, я всегда любил сплетни и до сих пор их люблю. Поэтому все, что говорилось, обсуждалось на кухнях, на всяких разных мероприятиях, все истории, они вот так собрались в моей голове. Там вся история строится вокруг сбора орехов, но история, конечно, не про это, это про семью, про семейные ценности, про любовь и взаимоотношения. Человеческая жизнь настолько хрупка, вот как ореховая скорлупка, и мы не дорожим ею. И вот ради этой мечты, просто мне не хочется рассказывать, что в фильме происходит, но происходит ради мечты, происходит настоящая драма. Режиссер Наур Гармелия уже снял два короткометражных фильма. Последняя цена его дебют в полнометражном кино. Фильм за короткий срок завоевал шесть наград и продолжает успешное шествие по кинофестивалям. К новинкам российского кинопроката «Начало осени». В кинотеатрах в честь старта нового учебного года можно увидеть много семейных картин, включая и очередной режиссерский проект известной петербургской актрисы Татьяны Колгановой. Прима небольшого драматического театра, кстати, открывшего свой юбилейный 25-й сезон. Фильм «Муха-дракон» уже имеет успешную фестивальную судьбу. Его показы прошли на разных смотрах страны, включая «Окно в Европу» в Выборге. На петербургской премьере «Мухи-дракона» побывала наш обозреватель Елена Боброва. Петербургские театралы знают Татьяну Колганову не только по кино, но и по работам в небольшом драматическом театре, который, в свою очередь, известен тем, что допытывается до истины и с легкостью совмещает трагическое с абсурдным. И в кинорежиссерском дебюте Колгановой «Синдром отложенного счастья» можно найти отзвуки этой фарсовой эстетики. «Человек просто боится быть счастливым, не умеет просто». Совсем другое дело «Муха-дракон» и здесь без проведения не обошлось. Я выяснила, что режиссеры не мечтают снимать детское кино. В один прекрасный день пальцем в небо ткнула и думала, а я позвоню Тане Колгановой. Позвонила ей. Таня сама тоже, в общем, она никогда не снимала, никогда не работала с детьми. И она так как-то очень интересно к этому всему подошла. Вторая режиссерская работа Татьяны Колгановой – это кино про то, как друзья затеяли настоящую шпионскую операцию, чтобы добыть деньги на билет девочки, тоскующей по маме. Из-за этого она перестала расти. «Это тигрик, как тигрик, мама подарила. Она у меня математик, она сейчас далеко». В картине «Муха-дракон» много тем, которые легко могли бы встретиться в фильмах Валерии Гайгерманике. Здесь есть и про женское одиночество, и про предательство, и про ложь во благо, оборачивающиеся трагедией. Мне вдруг как-то пронзительно захотелось создать какой-то фильм, чтобы часа полтора человек сидел и испытывал острое чувство нежности и сучастия человеку. Татьяна Колганова вслед за автором сценария выбрала тональность, знакомую нам по приключениям электроника и мультикам из советского прошлого. Еще большую теплоту фильму добавила актриса Ирина Пегова и улочки Великого Новгорода. Изначально в Петербурге должно было происходить все действие. Вот меня это очень смущало в сценарии. Я читала, там дети бесконечно сами одни гуляют по улицам. И у меня, как у взрослого человека, а мы действительно, ну сейчас мало и редко кто отпускает детей маленьких, вот так вот, в большом городе, в Петербурге. Вот, поэтому у меня так немножко, боже, как же они вот одни сами. А Великий Новгород скрасил эту историю, но он такой уютный, что даже когда дети гуляют по центральным улицам, ощущение, что они во дворе, а они под присмотром. У ленты «Муха-дракон» уже сложилась счастливая фестивальная судьба. И кто знает, может быть, Татьяна Колганова, найдя общий язык с юными актерами, нашла и свой путь в кино. И у нас появился новый Ролан Быков. Продолжаем рассказывать о талантливых петербургских актрисах и их новых проектах. На этой неделе состоялся цифровой релиз одного из самых ожидаемых сериалов осеннего телесезона – криминальной драмы «Трасса», главную роль в котором сыграла ведущая актриса БДТ Карина Разумовская. Пилотный эпизод «Трасса» режиссера Душина Глигорова был показан в рамках внеконкурсной программы первой серии 46-го Московского международного кинофестиваля. Нас ждет напряженная драматургия от создателей «Хрустального», «Химера» и «Аутсорса». Мы встретились с Кариной Разумовской и узнали подробности нового телепроекта. Мама, попроси меня, пожалуйста. Мама, я тебя не убьют. Мама, мама, мама. Вам, когда предложили эту роль, судьи из Петербурга, который отправляется на юг в поисках своей дочери и попадает в адскую совсем ситуацию, вот было ли сомнение, соглашаться или нет? Ну, сомнений у меня совершенно не было ни на секунду. Я очень хотела, чтобы это все случилось-получилось, все эти пробы, чтобы меня утвердили. Но, конечно, это такой… Мне вчера режиссер один сказал, мы с ним разговаривали после премьеры к телефону. Режиссер райцентра, кстати. О, серьезный. Нечащин. Да, да, Нечащин. Он сказал, что это, конечно, и в каком-то смысле он тоже сказал, что это актерская смелость, потому что, конечно, там такая очень обнаженная история, не в плане физической, а в плане душевной обнаженности. Настолько там все подлинно и реалистично, то есть мы такие практически доку-драму там играем. В этом смысле, конечно, это для меня вызов был, и в этом весь интерес, и мне очень хотелось. Но в какой-то момент мне казалось, что я не доживу до конца съемочного. Ого, физически, эмоционально сложные съемки. Да, это было действительно очень тяжело, и мне казалось, что все, вот я закончусь, вот на этом точно все. И так каждый день, каждый день, ну и, в общем, я здесь, с вами я жива. Сначала было два выстрела, потом еще прибежал, оценил ситуацию. Ну и как тебе ситуация? Очевидно все, по-моему. Ну, кроме мотива. Я знаю то, что в сериале «Трасса» еще отличный вот триумвират авторов самих. Это режиссер Душан Глиберов, сценарист и оператор. Кто-то даже сравнивал вот способ работы оператора Батыра, да, и то, что он сделал вот этот сеттинг, вот этот визуал сериала «Трасса», как такая, если бы это был американский сериал, назвали бы «Южная готика». Да, да, наверное, да, 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 потому что, конечно, Душан выбирал какие-то сумасшедшие огромные залы, больница даже сделана. Огромный зал, это одинокая кровать с девочкой лежащей маленькой. Ну, это его какая-то такая, да, визуальная, какая-то визуальная картина, какие-то он рисует абсолютно. Причем это у вас же не первая совместная работа с Душаном. Да, вторая. Вам не кажется, что он слишком жесток к зрителю? То есть он не жалеет его? Ну, может, так и надо? Я не стану любить тебя меньше, мам. Ты всегда для меня будешь самым близким человеком. Также на этой неделе в российский прокат вышла лента, снятая выпускниками Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Подростковая мелодрама «Лапин» супругов режиссеров Влада Краснослободцева и Аси Алишкевич. Фильм участвовал в конкурсных программах нескольких российских кинофестивалей. А жюри 22-го международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске присудила исполнителю главной роли Михаилу Иванову приз имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль. Чем так пленяет «Лапин» спросим кинокритика Валерию Косенко. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, новое, молодое, дебютное петербургское кино от молодых режиссеров. Вот вопрос номер один. Почему именно такое вот подростковое кино о школьном буллинге, о семейных проблемах мамы и подростка, который играет Михаил Иванов как раз? Вот чем оно так может пленить, чтобы зритель отправился смотреть его в кинотеатры? На первый взгляд кажется, что подросткового или детского кино сегодня в нашей киномстрии выпускается очень много. И надо сказать, что, наверное, сегодня дебютировать с подростковым фильмом легче, чем с фильмом на любую другую тему. Однако это, на самом деле, нисколько не умаляет достоинств конкретно «Лапина». У него много, на самом деле, достоинств. Это картина, которую, наверное, даже не за что поругать. Во-первых, в «Лапине» достаточно сильный такой гармоничный каст, актерский ансамбль. Очень удачный, состоящий как бы как из молодых, так и из взрослых актеров. Наверное, самая большая находка фильма – это, наверное, главный актер Михаил Иванов. Очень органичный в кадре. Мы, наверняка, его еще много где увидим. Помимо этого, у фильма очень хорошее драматургическое строение. То есть все эти драматургические крючки, то есть, условно говоря, места, на которых зритель должен смеяться, плакать и так далее, сопреживать, они очень хорошо проработаны. То есть все очень сбалансировано. Это такая крепкая жанровая работа, что, на самом деле, даже во взрослом кино не так уж часто увидишь. И вновь о новых телепроектах недели. В нашей постоянной рубрике «Сериальный конвейер» поговорим о мини-сериале «Идеальная пара» в столь любимом аудитории жанре детективная драма с голливудским суперкастом. «Идеальная пара» – экранизация одноименного бестселлера популярной американской писательницы Эллен Хильдебрандт, которую называют королевой пляжного чтения. События разворачиваются также на пляже в районе элитного острова Нантакет в штате Массачусетс, где обычно отдыхают богатеи. Главный герой сериала отмечают 4 июля – День независимости США, а заодно и 30-летие семейной жизни. И вот за несколько часов до церемонии в честь годовщины в гавани Нантакета обнаруживают тело, и все участники свадебной вечеринки внезапно становятся подозреваемыми. Вы смотрели программу «Окно в кино». Открывайте его вместе с нами только на телеканале «Санкт-Петербург». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!